Здравствуйте! В продолжении поста о Сабо-Миславодке мы снимали в Ешиват-Хеврон. Мне вспомнилась вот такая история. Однажды... На самом деле начнем не с истории про Сабо, а с истории про меня. Мы сейчас снимаем этот пост рядом с моим домом. Вот здесь, напротив, в доме номер 6, произошла такая история, или слава Богу, которая имеет хороший конец, но наш сосед в этом доме, у него было кровоизлияние в мозгах. И он несколько недель или месяцев был в практическом состоянии, и через какое-то время Баруха Шчем, слава Богу, он начал восстанавливаться. После того, как он начал восстанавливаться, его начали привозить на субботы домой, вот сюда, в дом напротив, и наши друзья организовали здесь миньян, чтобы молиться с ним вместе по субботам, когда его привозили из восстановительного центра, где он восстанавливался. Его центр приобретации его привезли сюда, и оставляли на шаббат, и мы заходили к нему на молитву. И вот как-то мне дети сказали, «Пап, ну куда ты пойдешь молиться? Молиться вот сюда, к Курвицам, или ты пойдешь в синагогу?» И я подумал, что я хочу пойти молиться сюда. Почему? Потому что это ближе, вот мой дом. Здесь. Соседы напротив, как мы уже показывали. А синагога – это 500 метров в горку, да, или 300-400 метров в горку. Так вот, здание вдалеке улицы – это синагога. Так вот, туда идти чуть-чуть сложнее, чуть тяжелее, а сюда проще. И вот в связи с… Я подумал о том, что, как оказывается, сложен человек. Я хочу пойти к Шмуэлю, своему соседу, потому что, в принципе, это митва. Но с другой стороны, вот во мне есть такой какой-то легкий, совершенно непонятный такой интерес, очень приземленный и очень личный. И назовем его просто так шкурный, так сказать, просто меньше идти, как бы, да, не так долго. Здесь тоже 500 метров, о чем идет речь. Так вот, эту идею, как бы, подумать о наших вот таких простых желаниях, которые нас все время окружают, ее, на самом деле, я прочитал, читая книгу о Сабе из Слободки. Сабе рассказывал, что однажды его учитель Рафсимхо Зисла Бройде, Сабе из Кельма, его арестовали, должны были арестовать российские жандармы. Дело в том, что Ешибу в Кельме подозревали в том, что она не лояльна к российским властям. Это был, конечно, донос. И когда российские жандармы пришли и попытались, как бы, арестовать Сабу из Кельма, то есть, учителя Рафсимхо Зисла Бройде, они его, он себя выдал, он выдал себя за своего учителя. И его арестовали, его посадили, так сказать, в камеру предоставительного заключения, а потом через какое-то время его освободили. И он сказал, что кроме того, что он хотел спасти Сабу, своего учителя, он, его, им двигал личный интерес. Ему хотелось, чтобы его приняли за великого человека. Даже хотя бы в глазах русских жандармов ему хотелось показаться великим Рафсимхо Зислом. Он сказал тогда, послушайте, подумайте, до какой степени сложный человек, как много в нем разных желаний, разных сил, которые им движут. Вот это вещь, которой нужно всегда думать, как много у нас желаний, сил, которые двигают нами. Большое спасибо. Продолжение следует...